Жители небольшого села в Свердловской области оказались в транспортной блокаде. Единственная переправа, которая связывала их остров с большой землёй, разрушилась. И теперь население недоступны больницы и школы. Местные власти в этой проблеме обвинили самих селян, но всё же выделили им квартиры в райцентре. Однако люди отказываются переезжать поближе к благам цивилизации. В необычном конфликте жителей и чиновников разбирался Кирилл Солодков. Вместе с годовалым сыном Анастасия буквально на ощупь пробирается к противоположному берегу по чахлому скользкому мостику. Эту насыпь жители деревни Филькино соорудили сами. Из старых брёвен и мусора по-другому добраться до большой земли невозможно. Небольшую часть деревни из шести домов от основного посёлка отделяет река Каква. Старый мост, который связывал два берега почти полвека, недавно окончательно развалился. Строить новые местные власти не хотят. Они приезжают, вот эти правители, вот с той стороны станут и в нашу сторону говорят, дыра, что тут делать? Смотришь, думаешь, а мы тут вырастим, нам тут нравится. Вместо переправы жителям выдали лодку и персонального паромщика. По подсчётам чиновников строительство пешеходного моста обойдётся бюджету в 16 миллионов, автомобильного почти в 40. Такие траты для удобства всего 17 человек власти посчитали расточительством и посоветовали людям перебираться в город. В администрации рассказывают, после прошлого крупного наводнения все жители потенциально опасной зоны, в том числе и части деревни Филикино, бесплатно получили квартиры в райцентре, городе Серове. Ключи селяне приняли, но как только вода ушла, вернулись в избы. А затем подачные амнистии стали прописываться в деревне. Мы начали получать соответствующее уведомление, что там начали прописываться люди. А решение суда было, соответственно, по ужасу, ледом стоит, земля есть, но в зоне затопления, но он же ведь есть, по факту. Поэтому вот сегодня вот это всё и произошло. Старый мост, по словам чиновников, жители разрушили сами. Передвигались по нему на тракторе, что было запрещено. Теперь селяне надеются только на споры и холода. Тогда перебраться на другой берег можно будет по льду. Кирилл Сладков, Елена Галиева, Уральское бюро Вестей.